Этот молодой человек маску в своих карманах так и не нашел, а потому ему пришлось покинуть салон трамвая. Сотрудник полиции сопроводил его для составления протокола об административном правонарушении. При этом мужчина не саботирует масочный режим. Причина банальная – забыл средства защиты дома. Я уже вот и так вот сидел. Еду на вокзал, просто у меня бабушка умерла, вот честно забыл. Один за другим практически вереницей нарушителей масочного режима покидают общественный транспорт. Сотрудники полиции совместно с представителями департамента транспорта с каждым из них проводят разъяснительную беседу. А на кого-то и составляет административный протокол. За нарушение масочного режима в общественных местах грозит штраф до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении санкции увеличиваются до 50, но пока такие случаи не зафиксированы. Смотрел в телефон. Я всегда надеваю маску. Просто сейчас задумался. Рейды по выявлению нарушителей масочного режима проводятся регулярно. С октября составлено 57 протоколов, в том числе один сегодня. Все они направляются в суд, где решат, какое наказание должен понести каждый нарушитель. Кроме того, с начала осени покинули наземный транспорт 727 пассажиров, не желающих продолжать поездку в масках. А в метро недопущено более 7,5 тысяч пассажиров. Проверяем автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные такси на предмет того, чтобы все пассажиры соблюдали установленные требования. У каждого на лице была маска, надета как положено, чтобы нос из нее не торчал. Не только пассажиры пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Иногда водители и кондукторы тоже находятся в салоне транспорта без маски. В таких случаях пассажиры могут заявить об этом по телефонам горячей линии транспортных предприятий. Только водители, которые находятся в изолированной кабине из оргстекла, могут работать без маски. Остальные строго в средствах индивидуальной защиты. В ходе таких рейдов были выявлены в том числе сотрудники, которые находились в рейде со спущенной маской. Такие сотрудники были зафиксированы в протоколе. И после была проведена служебная проверка, после которой данные сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности. Проверки по поручению главы Самары Елены Лапушкиной будут продолжать до тех пор, пока действует режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Городские власти подчеркивают, в сложной эпидемиологической ситуации главная цель таких рейдов – не столько наказать, сколько обезопасить горожан и убедить использовать средства индивидуальной защиты, чтобы избежать распространения инфекции. Вместе с тем, комплекс МИР нацелен и на защиту от гриппа и других вирусных заболеваний. Елена Малютина, Сергей Баскин. События.